Всем привет, друзья! Сегодня поговорим об интервью в медицинскую диссидентуру в США, о том, как готовиться и на какие вопросы следует подготовить ответы в первую очередь. Итак, первый вопрос — это Red Flags. Стоит ли вообще упоминать о своих Red Flags в интервью? Если вас не спросили о Red Flags, то лучше о них и не говорить. Если вас спросили о них, а вы уже подробно описали причину в Personal Statement, то это означает одно из двух. Либо интервьюер не читал ваш Personal Statement, в таком случае абсолютно нормально повторить всё то, что вы написали в Personal Statement, может быть, более подробно рассказать. Либо второй вариант — интервьюер читал, но у него возникли некоторые вопросы. Несмотря на то, что вы уже объяснили, возможно, у него есть какие-то более уточняющие вопросы, поэтому вполне нормально опять-таки повториться. Может быть, постарайтесь использовать в своей речи другие фразы, не повторять абсолютно слово в слово с Personal Statement, однако нет ничего плохого в том, что вы будете рассказывать о том же. Второй вопрос — это странные и необычные вопросы. Стоит ли готовить ответы на них? К странным и необычным вопросам я отношу, например, такие вопросы, как «научите меня чему-нибудь за 10 секунд», или «если бы у вас была какая-то суперсила, то какую бы вы себе выбрали?» и объясните, почему. Такие вопросы могут застать вас плохо, поэтому хорошо продумать о них ответы. Однако вероятность того, что вы получите такой вопрос во время интервью, она мала, и обычно такие вопросы задают в крупных программах, не в мелких клиникоориентированных. Поэтому даже несмотря на то, что вы не ожидаете такой вопрос и думаете, что, скорее всего, вам его не зададут, всё равно кратко, быстро продумайте ответ на него. Следующий вопрос. Почему мы должны вас взять? Или очень похожий вопрос. Какие у вас сильные стороны? Тут важно упомянуть свои сильные стороны вместе с примерами, подтверждающими эти ваши сильные стороны, при этом избегая фраз «Я лучше других, потому что вы должны меня взять, потому что я лучше в том-то и том-то». Так как это может быть интерпретировано как излишняя самоуверенность или склонность к принижению своих конкурентов или peers. Поэтому просто говорите, что «Я понимаю» или «Я осознаю, что другие кандидаты на эту позицию очень квалифицированы, однако у меня есть такие-то качества». Не говорите лучше даже фразу по сравнению с другими, так как вы не знаете, есть ли такие-то качества, какие вы перечислите у других. Вполне возможно, что есть. Но этот вопрос – это проверка на то, являетесь ли вы слишком самоуверенными. Следующий вопрос – это почему мы не должны вас взять или какие у вас есть слабости. В данном случае выбирайте слабости, которые будут безопасными. Не говорите о том, даже если это так, что вы не пунктуальны, что вы безответственны. Я думаю, это и так понятно. Поэтому остановимся на том, какие могут быть безопасные недостатки. Безопасные недостатки, они зависят от того, в какую программу вы подаетесь. Если вы подаетесь в клиническую программу, не нацеленную на ресерч и какие-то leadership positions, то вполне можно сказать о том, что у вас есть fear of public speaking. Если у вас он есть, конечно. Таким образом, если вы не работаете с какими-то презентациями на крупную аудиторию рассчитанными, то в обычной программе это не будет большим red flag. Но если вы поступаете, например, в Йель или в Гарвард, то, конечно, лучше не упоминать об этом. Вы можете сказать, что вы слишком требовательны к себе, что вы meticulous в каких-то нюансах, что вы, может быть, проводите слишком много времени, беседуя с пациентом, поэтому у вас часто не хватает времени на какие-то другие дела. Но вы над этим работаете, и вы делаете в этом успехи. То есть, что дальней проблемы уже либо нет, либо она уже намного менее выражена. Следующий вопрос — это почему вы выбрали именно нашу программу. Тут, если вы не проходили стажировку в этой программе до этого и не знаете хорошо все нюансы, связанные с этой программой, то вам необходимо будет пройти на веб-сайт этой программы и провести ресёрч. Чем хороша, знаменательна данная программа, чем знаменита именно данная больница. И это будет просто восхитительно, если вы сможете упомянуть вот эти положительные моменты при ответе на данный вопрос. Этим вы покажете заинтересованность в данной программе, что вы провели ресёрч, что вы потратили на это время, что вы пришли на интервью подготовленными. Это вас покажет с лучшей стороны. Также вы можете упомянуть фэллоушип. То есть даже если вы не собираетесь идти дальше после резидентуры в фэллоушип, всё равно вы можете сказать, в вашей больнице есть фэллоушип, например, по Хэмонг, и вы рассматриваете данную фэллоушип как одну из options для вашего будущего. Какое безопасное время ответа на один вопрос? Сложно ответить, так как вы должны первый момент учитывать то, какой вопрос был вам задан, а второй момент вы должны опираться на то, как выглядит ваш собеседник. Если он выглядит уставшим, если он отвлекается, зевает, то, соответственно, скорее всего, ваш ответ его утомил. Поэтому постарайтесь более живо рассказывать, может быть, добавить какую-то шутку, стараться выделять голосом какие-то моменты, может быть, посмейтесь, если вы в данный момент рассказываете что-то смешное. И, возможно, сократите просто время ответа на вопрос, постарайтесь закруглиться и завершить ответ. Может быть, вам нужно заранее продумать, что не стоит упоминать более трёх пунктов, например, какие у вас сильные стороны, какие у вас интересы, или какие у вас там слабости, или red flags. Старайтесь говорить не более трёх пунктов. Можно меньше, но не больше, иначе это будет слишком долго. Едем дальше. Какие ошибки вы совершали в сфере медицины? На этот вопрос следует придумать историю, которая не будет рассказывать о вашей какой-то фатальной или слишком серьёзной ошибке, однако эта история должна рассказывать о реальной ошибке, не просто о каком-то таком абсолютно безобидном моменте из вашей жизни. Вы должны этой истории показать, что вы осознали свою ошибку, признали её, извинились перед человеком, и больше эту впредь ошибку не делали в своей жизни. То есть ваша история должна чётко упоминать все эти четыре пункта. Какую историю рассказала я? Я рассказала об истории, которая произошла со мной на моей предыдущей работе. Я приняла ребёнка, и это было в конце моего дежурства. И ребёнок был в тяжёлом состоянии, поэтому мы незамедлительно прокапали ему плазму, однако я не передала по смене и не сообщила матери о трансфузии. И когда ребёнок уже поправился, всё было нормально, мы переводили его на следующий этап. Именно уже на следующем этапе выяснилось, что мы провели трансфузию. То есть мать узнала, очень огорчилась, что ей это не было сообщено, и что она не подписала никакой бумаги о том, что она согласна на трансфузию. И это была ошибка именно моя. Поэтому я её осознала, пошла разговаривать с матерью, сообщила ей о показаниях к трансфузии, о том, для чего мы её провели, извинилась перед ней за то, что не сообщила заранее и не взяла у неё согласия. Ну и впредь я обязательно сообщала своим коллегам, если я что-то не успела сделать на своём дежурстве. Но в большинстве случаев я просто оставалась дольше и завершала незавершённое. То есть в дальнейшем у меня таких ошибок не было. Следующий вопрос – это как готовить ответы на вопросы? Я считаю самым идеальным вариантом bullet points, когда вы не пишете полностью ответ на вопрос и не заучиваете его наизусть, а просто упоминаете план на листике, которому вы будете следовать при ответе на вопросы. И это не значит, что вы просто пишете эти bullet points и не готовите, не проговариваете про себя ответы на вопросы. Нет, у вас должно быть как минимум два раза всё проговорено, но не нужно записывать всё дословно, иначе ваша речь будет звучать очень механистически. Почему именно Америка? Такой вопрос задают только американцы, неамериканцы, иммигранты. Такой вопрос не задают. Я получила этот вопрос дважды в мой сезон интервью. И что я могу сказать? Если у вас ответ не straightforward, например, вы переезжаете сюда к мужу, жене или к родителям, к сиблингам, то подготовьте ответ не только на данный вопрос, например, упомянув развитую систему здравоохранения, diversity of patients, research opportunities. Будьте готовы к тому, что интервьюер может парировать и говорить какие-то свои контраргументы при вашем ответе. Просто у меня такое было однажды. Один человек, который задал мне этот вопрос, просто выслушал ответ, а второй человек начал со мной спорить. Поэтому просто ментально подготовьтесь, и, может быть, есть смысл в том, чтобы постараться это обсудить с кем-то другим и попросить этого человека использовать какие-то контраргументы и спорить с вами при ответе на данный вопрос. Сможете ли вы отвечать и доказать свою точку зрения? Идём дальше. Какие у вас есть хобби или интересы, помимо медицины? Тут самый важный момент — говорить честно, так как вам могут задавать уточняющие вопросы. То есть, если вы говорите о том, что вы интересуетесь футболом, знайте футбольные команды, знайте любимых игроков, какие последние были соревнования по футболу, кто их выиграл. Ну, вот такие нюансы, чтобы вы могли отвечать на вопросы про данные хобби или интересы, потому что так интервьюеры проверяют вашу честность. Если вы не способны ответить на данные вопросы, то вполне возможно, что вы просто соврали. Ещё что важно — это знать терминологию. То есть, если вы говорите о том, что у вас какая-то особая система тренировок, знайте, как это звучит по-английски, то, с чем вы тренируетесь. Потому что вполне возможно, вы это знаете всё прекрасно в своём родном языке, но при объяснении это на английском у вас могут возникнуть проблемы. Следующий вопрос — это кем вы себя видите через 5-10 лет? Данный вопрос с большей вероятностью будет задан в крупной программе, такой как Duke, Stanford, которые чрезвычайно ориентированы на Research и Leadership Positions, потому что в обычной клинико-ориентированной программе закономерный ответ будет работа в качестве тендинга. В крупной программе они будут хотеть этим вопросом узнать, какие у вас амбиции, какие у вас планы, чем вы сейчас интересуетесь и как это будет транслироваться на 5-10 лет вперёд. Ваши планы, хотите ли вы занимать какие-то Leadership Positions и так далее. То есть, может быть, вы интересуетесь Teaching Positions, может быть, вы хотите остаться после резидентуры в данной программе. Если вы уже знаете заранее, в какой программе вы будете интервьюироваться, поэтому просто подготовьте себе ответ на данный вопрос. Почему вы выбираете именно эту специальность? Я считаю, что этот вопрос релевантен для выпускников медицинской школы, которые закончили только недавно, либо для тех, кто подаётся в программу резидентуры, отличную от сферы своей практики в родной стране. То есть, например, если вы в своей родной стране были хирургом, а подаётесь в Internal Medicine, будьте готовы, что вам будет задан вопрос, почему вы выбрали Internal Medicine. Так как обычно Internal Medicine выбирают в качестве Backup Specialty или Плана B, поэтому таким вопросом люди хотят убедиться в том, что у вас есть commitment к этой Specialty, что у вас есть интерес, что у вас есть планы развиваться в этой специальности. может быть, упомяните fellowship, и если у вас есть research в этой сфере, в этой области, это всё будет вам помогать. Когда назначать интервью? Я советую вам назначать дату интервью не менее чем три недели от момента получения приглашения. Это вам даст возможность подготовиться, прочитать всё об этой программе, о госпитале, прочитать о врачах, которые вполне возможно вас будут интервьюировать, о программном директоре, чтобы иметь возможность отвечать на вопросы, почему вы выбрали именно эту программу, какие у вас планы, и иметь возможность хорошо и правильно точечно задавать вопросы в программе, показав, что вы знаете многое о ней. В расписании интервью у вас есть возможность посмотреть, когда у программы последняя дата интервью, если это дата в следующем месяце. То есть, например, в одной из программ, где у меня было интервью, мне пришло приглашение в октябре, и я видела, что, скажем, 16 ноября у программы последняя дата интервью. Я записалась именно на эту дату, так как я хотела, чтобы меня запомнили лучше. Поэтому я записалась на последнюю дату интервью. Однако, если у вас пришло приглашение в октябре, не стоит записываться на январь. Как подготовить место для интервью? Постарайтесь положить на задний фон что-то, что символизирует ваше хобби или ваше достижение. Например, вертолет. Например, картина, которую вы сами нарисовали, или гитара, если вы на ней играете, или ваши награды, кубки. То, о чём вас могут спросить, и вы сможете растопить в начале лёд, и сможете более чувствовать себя расслабленно, и ваш интервьюер лучше вас узнает. У вас изначально наладится взаимосвязь, connection. Поэтому лучше всего, чтобы сзади была не пустая стена, и чтобы это всё, что было сзади, каким-то образом рассказывало о вас. Что лучше всего одеть? Конечно, идеальным вариантом будет офисный стиль, пиджак, брюки. Надевайте, пожалуйста, брюки, потому что вдруг, мало ли что, вам придётся встать во время интервью. Лучше не домашние штаны, пижамные штаны какие-то снизу надевать, думая, что никто их и не увидит. Надевайте, чтобы всё это совпадало. Брюки, рубашка, пиджак. Девушкам рекомендую распускать волосы, и если вы носите очки, надевайте очки. Это было показано как положительная сторона у аппликанта во время интервью. Если у вас, если у девушки волосы распущены и надеты очки, то у вас впечатление складывается лучше, чем если у вас, как у меня сейчас, хвостик там или волосы укреплены. Едем дальше. И последний вопрос, который я хочу с вами обсудить, это то, какие вопросы задавать программе. Для этого, в первую очередь, вам нужно произвести хороший ресёрч, веб-сайт, серч об этой программе, об этом госпитале, о том, есть ли какие-то mission trips, research opportunities, leadership opportunities. Также прочтите про программного директора, чем он занимался раньше, какие у него интересы. Если они у вас совпадают, лучше при вопросе о том, какие у вас хобби или интересы, лучше упомянуть то, что у вас одинаковое. Тогда вы сможете лучше законнектиться, и у вас намного будет больше точек соприкосновения и тем для обсуждения. По поводу, я упомянула mission trips, некоторые госпитали, некоторые программы отправляют своих резидентов в разные страны, например, часто это страны Африки, поэтому, если вам это интересно, вы можете упомянуть это на интервью в качестве вопроса, например, с какого года резиденты могут ездить в mission trips или когда последний mission trips у вас состоялся, и кто принимал участие, по какой теме, в какую клинику ездили, на какое время. Также вы можете задать вопрос, какие сильные стороны в вашей программе, лучше не задавайте вопрос о слабых сторонах, об этом менее приятно говорить. Вы можете задать вопрос, какие качества кандидатов для вас наиболее важны. Ну вот и всё. Если вы хотите провести со мной МОК-интервью, пишите мне в инстаграме, ссылка будет внизу под видео. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для дальнейших видео. Удачи всем в сезоне интервью. До новых встреч. Пока-пока.